10 августа, именно в этот день, на главной площади города звучит давно знакомая всем песня Кузымнун Карасы, великого просветителя казахского народа Абая Кунанбаева. А у памятника русского и казахского мыслителей лежат цветы. Так петропавловцы отдают дань памяти великому Абаю в честь его 177-летия. Основное его творчество было после 40 лет, он ушел очень рано, 58 лет, но при этом он оставил большой след для казахского народа и для всего мира. Мы сегодня собрались для того, чтобы почтить его. Действительно, стихи Абая, они сейчас актуальны, и много из его стихов и его произведений сейчас также используются именно для обучения молодого поколения. Возлагали цветы к памятнику классика общественники, жители города. Присоединился к торжественной церемонии и Аким Петропавловска Руслан Анбаев. Каждый из пришедших посчитал своим долгом почтить память и отдать дань уважения Абаю в день его рождения. У казахов есть поговорка. Хочешь узнать казахов, читай Абая. Наша история, казахская жизнь, описана в книге Мухтара Ауэзова «Путь Абая». Призываю молодежь к чтению Абая. В этот же день, ровно 105 лет назад, родился Аксакал казахстанской политики, уроженец североказахстанской области Байкен Ашимов. К его обелиску, возведенному в 2017 году, петропавловцы также пришли возложить цветы и отдать дань памяти. Все мы должны учиться на прошлом, не следует забывать предков. С этой целью мы собрались у памятника. Очень ценим труд нашего земляка. Я встречался с ним в Алматы. Думаю, что наш земляк – пример для молодежи. Горожане говорят, что чтить имена великих необходимо. Особенно это важно для молодого поколения. Если не помнить историю, то как-то ценности утрачиваются. Я думаю, что это нужно из поколения в поколение передавать. И это здорово, когда молодые будут знать историю своего края родного. Конечно, важно. Надо, чтобы наша молодежь об этом знала и отмечала эти праздники. И около 170 стихов он писал, 49 переводов. Его труды очень значимые. Потому что он как бы наш просветитель казахского народа. И я считаю, что его деятельность должны все знать в Казахстане.